Наш эфир продолжит постоянная рубрика «Городовой». Мелода Иволина расскажет про операцию оружия, бессмертный полк и дорожную азбуку. На Южном Урале стартует межведомственная акция оружия. Ее проводит Росгвардия и полиция. Жителям предлагают добровольно сдать незаконно хранящиеся боеприпасы. Данное мероприятие пройдет 20 раз. Оно продлится до 1 ноября. Любой житель может сдать оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в ближайший отдел полиции. Добровольцев освободят уголовные ответственности и выдадут денежное вознаграждение. В прошлом году в акции приняли участие более 300 жителей региона, которые сдали 400 с лишним единиц огнестрельного оружия и около полутора тысячи боеприпасов. В честь победы в Магнитогорске в седьмой раз пройдет шествие бессмертного полка. Призоединиться могут все желающие. В этом году страна отметит 75-летие Великой Победы. По традиции 9 мая в городе пройдет шествие бессмертного полка. Чтобы принять в нем участие, необходимо подготовить фотографию участника войны и разместить ее на штендере размером 30 на 40 сантиметров. Сбор состоится в 12.00. Жители ждут на пересечении проспекта Ленина и улицы Калинина. Колонна пройдет до площади торжествия. Состоится праздничный концерт. По вопросам можно звонить по телефону горячей линии. Звонки принимают с понедельника по пятницу с 8 утра до 5 вечера. Дорожная азбука 2020. Сегодня в Магнитогорске состоялся городской конкурс для знатоков правила дорожного движения. Участие в нем приняли школьники города. Данный конкурс проходит ежегодно. Его проводят в преддверии весенних каникул. Участниками стали команда победителей районных этапов. Это школьники 6-8 классов. Анастасия Усик в соревнованиях участвует второй год. И очень гордится тем, что ее команда вышла в финал. Мы представляемся и поем песню переделанную. Там рассказывается о том, что если ты выходишь на улицу, обязательно смотри направо-налево. Светофор всегда тебе может помочь, лучше переходить. Если нету светофора, можно перейти по зебре. И, конечно же, рассказываем о чем говорит красный цвет, о чем говорит желтый цвет и о чем говорит зеленый цвет. Свои команды представили 13 школ, в каждой по 4 человека. Состязания состояли из нескольких этапов. Представление, викторина, конкурс капитанов и творческий экспромт. Все задания на знания ПДД. Цель мероприятия – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Лучшей стала команда из седьмой школы. Ребята получили в подарок планшеты. Мелада Ивольна, Егор Суханов, информационная служба, медиагруппы «Знак». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова